Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции это Введение в систему искусственного интеллекта План Введение в систему искусственного интеллекта Понятия искусственного интеллекта Основные определения искусственного интеллекта Основные направления системы искусственного интеллекта Цель занятия Ознакомление с историей искусственного интеллекта основными понятиями искусственного интеллекта и основными направлениями системы искусственного интеллекта. Что же такое этот искусственный интеллект? Сегодня вокруг этого термина столько мифов и неправильного понимания, что зачастую отделить правду от вымысла очень сложно. Искусственные интеллекты уже существуют и успешно замещают людей во многих профессиях. И дальше все будет только серьезнее. Так что знать, что такое, куда развивается система искусственного интеллекта и что нас ожидает сейчас и в ближайшем будущем, все это насущенная необходимость любого современного человека. Идея создания искусственного подобия человека для решения сложных задач и моделирования человеческого разума питала во воздухе еще в древнейшие времена. Так в Древнем Египте была создана оживающая механическая статуя бога Омона. У Гомера в Ильяде Логефест ковал человекоподобные существа-автоматы. В литературе эта идея обыгрывалась многократно от Галатеи Пигмальона до Буратино Папы Карлы. Однако родоначальником искусственного интеллекта считается средневековый испанский философ, математик и поэт Раймонд Лули, который еще в XIII веке попытался создать механическую машину для решения различных задач на основе разработанной им всеобщей классификации понятий. В XVIII веке Лейбниц и Декарт независимо друг от друга продолжали эту идею, предложив универсальные языки. Классификации всех наук. Эти работы можно считать первыми теоретическими работами в области искусственного интеллекта. Окончательное рождение искусственного интеллекта как научного направления произошло только после создания ВМ в 40-х годах XX века. В это же время Норберт Виннер создал свои основополагающие работы по новой науке кибернетики. Термин «Искусственный интеллект» был предложен в 1956 году на семинаре с аналогичным названием в Дарманском колледже США. Семинар был посвящен разработке методов решения логических задач, а не вычислительных задач. В английском языке данное словочитание не имеет той слегка фантастической антромофорной окраски, которую оно приобрело в довольно неудачном русском переводе. Слово «Интеллект» же означает умение рассуждать и разумно, а вовсе не интеллект, для которого есть «Интеллект». Вскоре после признания искусственного интеллекта отдельной областью науки произошло разделение его на два направления – нейрокибернетика и кибернетика черного ящика. Эти направления развиваются практически независимо, существенно разлучаясь как в методологии, так и в технологии. И только в настоящее время стали заметны тенденции к объединению этих частей вновь в единое целое. Одной из самых заметных черт современности являются компьютеры, проникшие во все сферы человеческой деятельности. Наблюдаемые в течение всего периода существования компьютеров, неуклонный рост их производительности и сделал возможное наделение интеллектуальными функциями даже мобильных устройств. Мы уже привыкли к тому, что камера мобильного телефона распознает сцену и сообразно с ней самостоятельно настраивает фокс и экспозицию. Многие автомобилисты представляют себе перемещение по городу без навигационной системы, помогающей объезжать пробки. Если 20-25 лет назад, когда интернет только начинал завоевывать информационное пространство, для доступа к нужным ресурсам нужно было знать адрес EARL и даже пускай с путеводителей по интернет-ресурсам, то теперь достаточно набрать в поисковой системе фразу и она выдаст не только список ссылок на соответствующие ресурсы, но и в неоднократных случаях сразу даст ответ на интересующий пользователь вопрос. Все это примеры интеллектуальных систем в действии. В настоящее время в исследованиях по искусственному интеллекту выделились шесть основных направлений. Первое – это представление знаний. В рамках этого направления решаются задачи, связанные с формализацией и представлением знаний в памяти системы искусственного интеллекта. Для этого разрабатываются специальные модели представления знаний и языки описания знаний. Внедряются различные типы знаний. Проблема представления знаний является одной из основных проблем для системы искусственного интеллекта, так как функционирование такой системы опирается на знания по проблемной области, которые хранятся в ее памяти. Второе – манипулирование знаний. Чтобы знаниями можно было пользоваться при решении задач, следует научить системы искусственного интеллекта оперировать ими. В рамках данного направления разрабатываются способы пополнения знаний на основе их неполных описаний. Создаются методы достоверного и правдоподобного вывода на основе имеющихся знаний. Предполагаются модели рассуждений, оперирующихся на знаний и имитирующих особенности человеческих рассуждений. Манипулирование знаниями очень тесно связано с представлением знаний и разделить эти два направления можно лишь условно. Третье – общение. В круг задач этого направления входит проблема понимания и синтеза связанных текстов на естественном языке, понимание и синтез речи, теория моделей коммуникации между человеком и системой искусственного интеллекта. На основе исследования в этом направлении формируются методы построения лингвистических процессов, вопросно-ответных систем, диалоговых систем и других систем искусственного интеллекта, целью которых является обеспечение комфортных условий для общения человека с системой искусственного интеллекта. Четвертое – восприятие. Это направление включает разработку методов представления информации о зрительных образах в базе знаний, создание методов перехода от зрительных сцен к их текстовому описанию и методов обратного перехода, создание средств для порождения зрительных сцен на основе внутренних представлений в системах искусственного интеллекта. Пятое – обучение. Для развития способностей системы искусственного интеллекта к решению задач, с которыми они раньше не встречались, разрабатывать методы формирования условий, задач по описанию проблемной ситуации или по наблюдению за ней, методы перехода от известного решения частных задач к решению общей задачи, создание приема декомпозиции исходных задач на более мелкие и уже известные для системы искусственного интеллекта. В этом направлении искусственного интеллекта сделано еще весьма мало. Поведение. Поскольку системы искусственного интеллекта должны действовать в некоторой окружающей среде, то необходимо разрабатывать некоторые поведенческие процедуры, которые позволили бы им адекватно взаимодействовать с окружающей средой, другими системами искусственного интеллекта и людьми. Это направление в искусственном интеллекте разработано очень слабо. На практике спектр возможностей искусственного интеллекта практически бесконечен. Космические исследования, военное дело, робототехника, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, медицина, образование и т.д. Например, современные системы искусственного интеллекта способны эффективно управлять робототехническими устройствами благодаря значительно большому числу разнообразных датчиков информации и приспособлений. Роботы – это электротехнические устройства, предназначенные для автоматизации человеческого труда. Методы искусственного интеллекта позволяют создавать алгоритмы и аппаратные решения для робототехнических комплексов, работающих в экспериментальных условиях. Отличительной особенностью этих комплексов будет независимая интеллектуальная система управления на основе нейронных сетей и нечеткой логики, создание интеллектуальной системы управления робототехнической системой с возможностью топографической и аппаратной адаптации в зависимости от экстремальной ситуации. Примером практического результата применения методов искусственного интеллекта является создание робота-стражника для работы в помещениях бытового и промышленного назначения с широким спектром входных систем от видеонаблюдения до радиационного контроля, предназначенного для создания безопасности этих помещений. Система интеллектуального управления роботом автоматически адаптируется к планировке помещений, обеспечивает автоматическое управление движением робота с учетом планировки охраняемого помещения, проводит интеллектуальную обработку данных, обеспечивая онлайн-мониторинг и самостоятельно принимает управляющие решения, в том числе передачу сообщений по телекоммуникационной системе в экстремальных ситуациях. Последние достижения в области искусственного интеллекта можно предоставить следующими коммерческими проектами. Программы «Ремоут-агент», разработанные в НАСА, используются для комплексного управления работой космических аппаратов, удаленных далеко за пределы околоземной орбиты, в частности диагностики и устранения неисправности по мере их возникновения. Диагностика, медицинские и диагностические программы сумели достигнуть уровня опытного врача в нескольких областях медицины, планирование снабжения. Во время кризиса в Персидском заливе в 1991 году в армии США была развернута система «ДАРТ», которая обеспечивала автоматизированное планирование поставок и составление графика перевозок, охватывая одновременно до 50 000 автомобилей, людей и груза. Разработчики этой системы заявили, что одно это применение окупило их 30-летние инвестиции в искусственный интеллект. Современные достижения в области искусственного интеллекта за последние десятилетия были представлены следующими разработками. Программа «Депплю» компания IBM стала первой программой, которой удалось победить чемпиона мира в шахматном матче Каспарова. Система компьютерного знания «Олвин» была обучена вождению автомобиля, придерживаясь полосы движения. на протяжении 2850 миль система обеспечивала управление автомобилем в течение 98% времени. В Китае искусственный интеллект стал популярным ведущим. Он читает новости на английском, а выглядит и звучит как реальный человек Чанчжоу, сотрудник информационного агентства Синхуа. Симуляции целиком генерировали на компьютере, совместили тексты дикторов, мимику и движения групп реальных людей. Программу загружают видео с реальным человеком, а искусственный интеллект с помощью машинного учения самостоятельно анализирует жесты, манеру разговора и другие детали, чтобы дальше воспроизвести это в эфир. В школе фармацевтики при Университете Северной Каролины ученые создали искусственный интеллект из двух нейросетей. В одну загружают данные о структуре и свойствах молекул, а также желаемый эффект. Вторая нейросеть учится у первой, усваивает эти данные и подбирает возможные варианты решений. Сейчас искусственный интеллект работает с более чем 1,7 миллиона молекул. Это поможет значительно ускорить процесс разработки новых лекарств, а успешные результаты могут стать основой для создания, например, новых антибиотиков. Эксперты из Microsoft Application and Service Group в Восточной Азии создали искусственную программу, которая может испытывать эмоции, и разговаривать по-человечески. Искусственный интеллект по имени Хао Сайс отвечает на вопросы как 17-летняя девушка. Если она не знает тему, она может приврать. Если ее уличить во лжи, она разозлится и смутится. Она может быть саркастичной, мнительной и нетерпеливой. Эти качества нам всем известны. Непредсказуемость ее делает общение с ней очень похожим на общение с человеком. Пока такой искусственный интеллект в диковинке, и китайцы общаются с ней, когда хотят повеселиться или когда скучно. Но ее создатель работает над улучшением. Кто знает, может она станет бабушкой из SkyNet. Группа ученых из Московского государственного университета совместно с технологическим стартапом Хао От Айон создали искусственный интеллект Фото Эйдж Клоу, который может определить аналогический возраст человека по грозам. Орел вокруг глаз мало подается воздействию образа жизни или других факторов и изменяется с возрастом естественным путем, поэтому команда ученых выбрала для анализа именно эту зону. Миросеть изучила 8500 фотографий область вокруг глаз и научилась определять возраст с точностью до двух лет. Если 20-й век отличился развитием средств телекоммуникации и популяризации вычислительной технологии, то 21-й век, судя по всему, станет столетием развития искусственного интеллекта и робототехники. Искусственный интеллект уже способен заменить целую команду лучших юристов, побеждает в шахматы у мировых чемпионов, проводит глубокий анализ терабайтов видеоматериалов за считанные минуты и даже научился практически самостоятельно создавать еще более совершенный искусственный интеллект. Что касается робототехники и человекозамещения, банковские учреждения уже давно массово сокращают кассиров, заменяя их терминалами, а уже в ближайшее время ожидается также замена экскурсоводов, барменов, официантов, уборщиков и кассиров в супермаркетах. В заключении следует отметить, что сфера искусственного интеллекта все больше набирает обороты, возможно, уже в ближайшие годы запустят проекты, которые сейчас работают в текстовом режиме. Беспилотные такси, подводные лодки или истребители, управляемые искусственным интеллектом, или виртуальным пограничникам, которые проводят рассмотры в аэропортах. История искусственного интеллекта в области и основные понятия данной области произошло это задолго до нашей эры. Аристотель был первым, кто попытался определить законы правильного мышления или процессы непровержимых рассуждений. Попытки создания механических счетных устройств в середине века сильно впечатлили современников. Наиболее известная машина построена в 1642 году была из Эмпас Паскалем. Паскаль писал, что арифметическая машина производит эффект, который кажется более близким к мышлению по сравнению с любыми действиями животных. Возможности же практические реализации искусственного интеллекта появились с момента создания электронных вычислительных машин. В это время развернулась философия и дискуссия над тем, может ли машина умыслить. Итогом этой дискуссии стал тест предложенный Алланом Тюрином в 50-е годы 20-го века. Текст заключается в следующем. Имеется два телетайпа. Один из телетайпов подключен к машине, другой к аппарату, на котором сидит человек. Несколько экспертов по очередному виду диалог на каждом из телетайпов. Если большинство экспертов не смогут в течении распознать в одном из собеседников машин, то тест тюринга считается оправденным успешным. На этом сегодняшняя наша лекция завершилась. для самостоятельных работ, для выполнения практических занятий можно рассмотреть следующую литературу. Вот у нас ее приведем. Эту литературу вы можете в электронном варианте в ФРМЭП посмотреть. Ссылку я на остальные занятия вам дам. Спасибо за внимание. Наша лекция завершилась.